МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказали о проблемах с ремонтом. Вот это все углублитый, и на сегодняшний день по малярке мастерская. Там кирпичная кладка мастерская. В Альметьевск прибыл министр образования республики. Что еще он увидел? Придет ли большая вода? Мы открыли водопропускные трубы. Почему жители Бавлинского района думают, что половодия в этом году не будет? Цены под контролем. Мы проверили так называемый борщевой набор. Ажиотаж стихает, но что делать, если товар стоит больше, чем положено? Это новости юго-востока Татарстана. Партнер программы ПАО «Акбарсбанк». В студии Лилия Селемзянова. Здравствуйте. Альметьевск с рабочим визитом посетил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин. Вместо зала в заседании он посетил политехнический техникум, осмотрел учебный корпус и увидел, как живут студенты в общежитии. Также министру показали мастерские профессионального колледжа. С подробностями Катерина Машенцева. Вот на этом уровне было. Вот это все углублено. И на сегодняшний день по малярке мастерская. Там кирпичная кладка мастерская. Еще недавно здесь был тепловой узел, а теперь малярная мастерская. Именно с нее началась экскурсия в политехническом техникуме с участием министра образования и науки Ильсура Хадиулина. Отправилась в делегацию и в ремонтные мастерские. Вот ребятами занимаются. Они, во-первых, все наши гнилые учебные машины сейчас начали ремонтировать, восстанавливать. Вот с ребятами они занимаются. У нас здесь все по последнему слову техники. Вместе с главой района и начальником управления профессионального образования Андреем Федоровым гости заглянули на занятия студентов и познакомились с преподавателями и их методами обучения. Начальный стенд для них же вот приходит, а мы не знаем, а что здесь, как это сложно. К концу курса они уже с закрытыми глазами начинают собирать и уже улыбаясь, как говорится, делают. Особый интерес вызвал мастерская, где занимаются реверсивным инженерингом, то есть восстановлением деталей. Здесь же готовят свой цифровой музей и оцифровывают бюсты. Есть деталь, которая пришла, негодность разрушена, мы ее отсканировали и восстановили на нашем 3D-принтере. Ошибки новоиспеченных специалистов, только получивших диплом, должны быть исключены в нефтяной сфере. Для этих целей в АПТ есть специальный тренажер-имитатор капитального ремонта скважин. На нем можно отработать промывку, бурение, соляно-кислотные обработки и гидроразрыв пласта. Его также продемонстрировали рабочей группе, а затем показали информационную систему, в которой отражается учебный процесс от подачи документов до получения диплома. Если вы станете площадкой отмена опытом для республики, вот, Анна Александрович, здесь вывести семинар, вы, наверное, можете рассказать, показать их полностью. Мы проводили. Осмотрели станки-качалки, штанговые глубины и центробежные насосы. Коснулись и проблем. Самое большее количество которых касается общежития АПТ. Это и старые окна, и отсутствие ремонта. По словам директора техникум, условия проживания здесь практически спартанские. Если студенты первых-вторых курсов проживают в этом корпусе, то старшекурсники вынуждены снимать квартиры. Визит продолжился в учебных мастерских профессионального колледжа. Вручную здесь наши дети, старые плотники, готовят вот такие-то буреточки. Руководитель колледжа провела осмотр учебных кабинетов, посетили и лекцию будущих поваров. Это наши повара первый курс. Первый курс, здесь у нас опять же идет теоретическое обучение. Комплекс проблем здесь свой. Это и старые здания, нехватка оборудования в сварочных классах, отсутствие своего общежития для студентов. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. В Бавлинском районе в зону возможного подтопления попадают семь населенных пунктов. Среди них и деревня Уба, которая входит в состав Козыльярского сельского поселения. Местные жители, особенно люди пожилого возраста, долгие годы проживающие в деревне, надеются, что в половоде в этом году не будет. Подробнее в сюжете. В хозяйстве жители деревни Уба Радика Латыпову содержится 17 голов крупного рогатого скота. Он уже привык к половодию. Хозяин признается, что как бы ни обстояли дела, паводка они не боятся. Всю жизнь нас затапливает. Бывало даже, что вода поднималась на уровне забора. Паводок очень полезен для пастбищ. В этом году затопления не будет, потому что до этого была засуха. Вся вода впитается в землю. Ринату Трофимову 66 лет. Он тоже надеется, что в этом году большой воды не будет. По его словам, раньше, когда приходила большая вода, гнали скот на возвышенности и сами там ночевали. Думаю, паводка в этом году не будет, так как у нас теперь есть дамба. И рейки в последние годы обмелели. Защитная дамба в Убье была достроена в 2020 году. Поэтому, можно сказать, риск затопления деревни уже не угрожает. Девочки наши, получается, с нашего госучреждения прошли с памятками, раздали памятки под роспись, узнали все телефоны, телефон-номера, пункт размещения людей каждого из ЛПХ и, соответственно, где будут размещать свои крупно-рогатые скот. Мы открыли водопропускные трубы в деревне Уба, в деревне Старо-Чути и также в село Козыл-Яр. Пока в лесу и на полях еще лежит снег. Нельзя дать точный прогноз, что же будет, если резко потеплеет. Но жители деревни к весеннему полободю все же подготовились. Айгуль Хусайнова была отменяя зав новости Юго-Востока. В Альметьевском районе случилось ДТП. Есть погибшие. Страшная авария произошла на трассе Альметьевск-Нурлад. Лоб в лоб столкнулись легковушка «Ладом» и «Газель». На кадрах видно, что она перевозила бутыли с водой. От сильного удара передняя часть корпуса легкового авто превратилась в груду металлолома. Кабина «Газели» также получила серьезные повреждения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. На место прибыли медики, однако из-за тяжелых травм водитель авто скончался во время оказания первой помощи. Пассажиры с различными травмами увезли в больницу. Выезд на встречную полосу движения – это один из самых опасных маневров на дороге. Большинство трагедий на дорогах связаны именно с этим. Леонар Ахметвалеева вместе с сотрудниками ГИБДД отправилась в рейд, чтобы узнать, как водители соблюдают правила обгона. Водитель этого автомобиля куда-то очень торопился, но следующие 15 минут он провел в патрульной машине ГИБДД. Автомобилист решил обогнать фуру, хотя здесь это запрещает делать сплошная линия разметки и соответствующий дорожный знак «Обгон запрещен». Наказание за данное нарушение – штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав сроком до полугода. При повторном нарушении – лишение прав сроком на один год. Все действия фиксирует сотрудник ГИБДД. Съемка будет доказательством в суде. Выезд на встречную полосу при обгоне – опасный маневр, связанный с повышением скорости. При столкновении возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжелым последствиям. С начала года на территории Альмейского района произошло 13 ДТП, связанных с этим нарушением, где 10 человек погибло и 22 получили ранения. Водитель запрещает выполнять обгон в случаях. Из транспорта, движущегося впереди, производят обгон или объезд препятствий. Транспортное средство, движущее впереди, по той же полосе подал сигнал поворот налево. Следующий за ним транспорта начал обгон. По завершении обгона он не может, не создавая опасность для движения помех обгоняем транспорту, вернуться на ранее занимаемую полосу. Госавтоинспекция по Альмейскому району призывает водителей быть внимательными при выезде на полосу встречного движения и помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям. Леана Ахметвалеева, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. После недавнего ажиотажа на некоторые виды продуктов наши заинские коллеги проверили ассортимент и стоимость в торговых точках. Есть ли альтернатива привычным магазинам у дома? И что делать, если обнаружено необоснованное повышение цен, расскажет Елена Маврина. Цены взлетели вверх, а население кинулось за сахаром. Такая картина неделю назад была не редкостью в магазинах. Сейчас же обстановка стала более-менее спокойной. Сахар уже не скупают полными тележками, а цены на некоторые продовольственные товары стали хоть немного, но ползти вниз. И пустых полок в магазинах тоже нет. Исполком района проводят ежедневный мониторинг социально значимого набора продуктов. Под контролем 30 заинских магазинов и 3 аптеки. Продукты питания у нас на сегодняшний день в торговых объектах в полном объеме. Ситуация стабилизирована. Ажиотажного спроса на отдельные позиции товаров не наблюдается. Были небольшие скачки на протяжении трех недель по сахарному песку, по борщевому набору, по овощам. На сегодняшний день ситуация стабилизирована. Стоимость так называемого борщевого набора превратила традиционное блюдо в праздничное. Но цены на некоторые ингредиенты борща все-таки стали выравниваться. Да и ассортимент в одном из заинских магазинов порадовал. В одном из магазинов мы проверили так называемый борщевой набор. Вот, например, здесь на прилавке представлена капуста трех видов. Есть красная свекла, лук, даже четырех сортов. И белый, и красный, салатный, и в том числе и для борща тоже. Картофель, молодой, прошлогодний, белый и красный. Так что выбор очень хороший. Перебоев с поставкой продуктов нет. Фрукты, овощи, сахар, подсолнечное масло, крупы. Все есть. Линейка молочной продукции тоже не уменьшилась. Да и ажиотаж заметно спал. Товар как поступал, так и поступает. Конечно, покупатели уж ажиотаж создают, да, быстро раскупают. То есть выносим на полки, сметается все быстро. Спрос есть. Хлеб, сметану. Приходим за сметаной. Здесь не только это берем вроде. Хорошим подспорьем ввиду скачка цен стали для зайцев и еженедельные ярмарки. Цены на них значительно ниже, можно и поторговаться. Кроме того, в продаже появилась и свинина, которая по цене ниже говядины. Пропал на ярмарках ажиотажный спрос на сахар. Его в магазинах достаточно, да и цену можно поискать повыгоднее. По вопросам необоснованного повышения цен можно обратиться на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы или в исполком Зайинского муниципального района. Елена Маврина, Ангелина Санникова, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. 21-летнюю жительницу Альметьевска обманули мошенники. Девушка давно хотела переехать в Таиланд. Ее заинтересовало объявление, которое она увидела в интернете. Девушка начала переписываться с администратором паблика. Мужчина пообещал найти ей хорошую работу с проживанием и попросил перечислить предоплату в размере 40 тысяч рублей. Остальные 40 тысяч рублей заявительница должна была перечислить после того, как устроится на работу. Девушка прождала два месяца и, не дождавшись ни работы, ни возврата денег, обратилась в полицию. И данные по коронавирусу. У 259 жителей Тарстана за минувшие сутки подтвердился COVID-19. Из них лечится в больницах 23. Среди заболевших 43 ребенка. На юго-востоке Тарстана 88 новых случаев. 39 фактов зафиксировано в Альметьевском районе, 20 в Лениногорском, по 6 в Заинском и Ознакаевском, по 5 в Пугульминском и Сармановском районах, 2 в Ютазинском и 1 в Черемшанском районах. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Вы можете поделиться с нами интересными новостями, сообщить о своих проблемах, а также прислать видео с мест событий и происшествий. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через любые соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. Новые тренажеры в центре «Я смогу». Марат Ильясов презентовал свои разработки. Кому и как они помогут? Милашка, улыбашка и матняшка. В Лениногорске выбрали лучших матрешечек. Проигравших нет. В Лениногорске состоялся гарнизонный развод полицейских. Те, кто отвечает за порядок в городе и районе, собрались на центральной площади. Кто помогает сотрудникам охранять спокойствие жителям и кому вручили удостоверением, расскажет Эльмир Гореева. Представители силовых структур и добровольных народных формирований выстроились в шеренду. Показанной стройко-смотр – это часть работы с населением. Так полицейские демонстрируют жителям открытость и готовность к охране общественного порядка. У сотрудников есть помощники. Это частные охранные предприятия, народные дружины, молодежные формирования, форпост. Каждый день они выходят на дежурство, помогают предотвращать и раскрывать преступления, следить за порядком на улице города и района. Без них не обходится ни один массовый праздник или масштабный рейд. В ряды народной дружины сегодня приняли новобранцев. Всем им торжественно вручили удостоверение. Благодатственные письма были вручены представителям частных охранных предприятий и дружинникам. Памятными подарками и денежными премиями отметили активных граждан. Трое сотрудников получили очередные звания. По окончании церемонии награждения личный состав проинформировали об оперативной обстановке. После наряды отправились охранять спокойствие граждан. Эмира Гореева, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Центр «Я смогу» в Бавлах пополнился тремя модернизированными моделями авторских тренажеров Марата Ильясова. Инициаторы создания и руководителя данного учреждения. Напомним, сейчас центр оказывает бесплатную помощь в реабилитацию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установлено около 15 авторских тренажеров. На сегодняшний день центр «Я смогу» оснащен за счет средств различных грантов. Год назад здесь побывал президент республики Рустам Мениханов. Он тогда предложил оказать содействие автору уникальных тренажеров Марату Ильясову с получением патента на его разработке, отметив важную социальную роль в учреждении. Помощь ему оказала одна из нефтяных компаний республики, выделив средства для начала производства тренажеров. В результате была выпущена их линейка, куда вошли три запатентованные модели – тележка вертикальная, лыжи и машинка. Недавно Марат Ильясов провел презентацию данных моделей. Он ознакомил гостей с принципом действия тренажеров. К примеру, тележка вертикальная дает возможность создать нагрузку на каждую руку отдельно. И на ней одновременно могут заниматься два человека. Вообще тренажеры, данные на ее разработке, они улучшают двигательную активность, то есть с учетом стартовых возможностей заболеваний. Марат Молодец, когда вот с ним всегда хочется общаться. Он всегда, понимаете, горит идеями, горит какими-то новшествами. И вот, наверное, благодаря этому Рустам Норогалевич, Анатолий Федорович Маганов, они его поддержали, и вот мы видим, какой прекрасный центр сегодня создан. Для получения услуг реабилитации в центр «Я смогу» приезжают люди из соседних городов и регионов, что говорит о его востребованности. Сегодня на постоянной основе здесь занимаются около 30 человек, а за год реабилитацию прошли около 300. Руслан Кьямов посещает центр вместе с отцом с самого его открытия, а до этого они занимались дома у Марата. У Руслана была парализована часть тела, он почти не мог самостоятельно двигаться. Программой мы занимаемся и повторяем дома, нормально, ходит уже. Просто ноги все, уже парализован была у нее половина части, сейчас уже все, уже отходит. Со строениями прям занимаюсь. Я до этого не мог ходить. Нужно отметить, все три модернизированных тренажера прошли испытания в Республиканском клиническом неврологическом центре. Еще четыре модели готовятся, уже четвертая модель в том числе модернизируется в Топарте. Они планируются к сроку сдачи в апреле и потом повезти уже в Казань. Модернизированные тренажеры стали эффективнее, безопаснее, в них больше функций. Айгур Хусейнова, Айгуля Диатулина, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. «Русская матрешечка» – конкурс под таким названием прошел в Лениногорске. Своей непосредственностью жюри покоряли воспитанницы городских детских садов. Оценивалась оригинальность костюмов и умение показывать свои таланты. Вот такие наши красавицы сегодня будут радовать вас. Конкурс «Русская матрешечка» проводится в Лениногорске уже во второй раз. В этом году свои таланты продемонстрировали 12 юных красавиц. 10 представляли детские сады, 2 – дом детского творчества. Матрешки оригинально презентовали себя и удивляли публику своими артистическими способностями. Все это результат совместного труда самих участниц, их родителей и педагогов. «Мы пели, танцевали, стичили, репетировали на несколько недель со своей семьей. Я несколько раз сюда ездила, чтобы порепетировать, и я так приготовилась к этому конкурсу». Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую. Все выступления были яркими, костюмы матрешек заслуживали отдельного внимания. Наряды восхищали разнообразием. «Чувствуется здесь такая работа и родителей, и руководителей, и руководителей детских садов, и творческих коллективов, за что я очень благодарен. Я благодарен также им за то, что все-таки в наши сложные, непростые времена они сохраняют традиции нашего народа». Проигравших в этом конкурсе не было. Каждая из участниц получила свой собственный титул – матрешка-милашка, улыбашка, фантазерка, говорунья, модняшка и другие. Абсолютной победительницей стала Саида Саетова, воспитанница детского сада номер 28. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Альметьевцев приглашают на бесплатную серию концертов «Прикоснемся к классике». Выступления будут проходить в течение всего апреля по пятницам в концертном зале молодежного центра. Жители смогут побывать на выступлении ансамбля народных инструментов «Ешлег» уже в эту пятницу в 6 часов вечера. Также всех желающих приглашают еще на три выступления музыкантов. Подробные расписания вы видите на экране. Леногорские школьники приняли участие в конкурсе «Музей территории молодежи». На этот раз он был посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Участникам предстояло пройти несколько этапов. Какие знает Семен Егоров? В 2021 году в сентябре я посетила город Санкт-Петербург. И говоря о личном ободе посещения петербургских музеев, я не могу не вспомнить государственный эрмитаж. Конкурс «Музей территории молодежи» впервые проводился в 2012 году. С того времени изменился и формат, и состав участников. Конкурс сделали командным. В этом году в нем приняли участие ученики второй школы 6-й Тимяшевской и гимназии номер 11. Домашним заданием было подготовить видеоэкскурсию по музеям своих учебных заведений. Лучший ролик выбирали путем голосования в соцсетях. В следующем этапе школьники отвечали на вопросы тестов викторин-ребусов. Участникам нужно было показать свои знания в области культуры народов, проживающих в Лениногорском районе. Вопросы касались традиционных праздников, символики, элементов одежды, устного народного творчества. Наш музей очень активно занимается пропагандой народного творчества, народных традиций. У нас есть зал этнографии, который с первых классов, даже детских садов у нас посещают. Много проводится мероприятий. У нас есть целая программа «Прикоснись к истокам», в которой мы на разных занятиях рассказываем и про народные костюмы, и про народные праздники. Возрастных ограничений в конкурсе не было. Участвовали как будущие выпускники, так и ученики классов помладше. Тем не менее, результаты сильно не разнились. По словам сотрудников музея, школьники хорошо подготовились к конкурсу. Мне очень понравилось это мероприятие, потому что помимо азарта мы испытали намного больше каких-то эмоций по поводу интереса к нашему народу. Мы изучаем, что было в прошлом. Это же интересно, вот эти детали, экспонаты, история людей, героев. В итоге наибольшее количество баллов набрала команда школы номер 6. Ребятам вручили почетную грамоту, остальные участники получили сертификаты и памятные подарки. Семен Егоров, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Альметьевцы могут подписаться на газету «Знамя труда» и «Альметь Тонары» со скидкой. Подписка на второе полугодие получится дешевле на 14%. Декада льготной подписки продлится до 14 апреля включительно. Оформить ее можно в любом почтовом отделении. Партнер программы ПАО «Акбарсбанк». Переведите пенсию на карту МИР «Акбарсбанк» и получите 3000 рублей к пенсионному зачислению. Оформите карту на сайте akbars.ru или в ближайшем отделении. Телефон 8 800 20 05 303. Карта «Забота» платежной системы МИР от «Акбарсбанка» для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту «Забота». Добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Ждем новостей, тем для обсуждения и ваших вопросов. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин